В результате перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана ранен таджикский пограничник, сообщает источник Таджикистана. Позже кыргызская сторона также сообщила о ранении своего военнослужащего. Конфликт произошел 12 апреля на границе между селами Хистыварс-Бабо-Джон-Гафуровского района Сагдийской области и Барборду-Клейлекского района Баткинской области. Источники Таджикистана сообщили, что в результате перестрелки ранения получил 27-летний сержант Заир Сайду-Маров, житель района Дусти-Хатлонской области. У него огнестрельные ранения живота и груди. Сейчас сержанта оперируют, его состояние тяжелое, добавил источник. Власти Таджикистана случившиеся пока не комментируют. Однако осведомленный источник сообщил, что перестрелка произошла в то время, когда наряд таджикских пограничников патрулировал территорию. Язвительные реплики кыргызских пограничников привели сначала к словесной перепалке, а потом к перестрелке, сказал один из источников. Тем временем, Управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБКР сообщает, что инцидент случился в местности, где несли службу пограничники Кыргызстана. По данным кыргызской стороны, появившиеся на сопредельной территории таджикские пограничники, видя кыргызских военнослужащих, продолжили двигаться к условной линии к с границе. Требование кыргызских пограничников остановиться и отойти от линии границы на свою территорию пограничный наряд Таджикистана проигнорировал и пересек границу, зайдя на территорию Кыргызстана вглубь на 20 метров. В целях недопущения прохождения таджикских пограничников вглубь территории пограничный наряд погранслужбы КАЭР произвел предупредительные выстрелы в воздух, пояснили в ведомстве, добавив, что в ответ пограничники Таджикистана открыли огонь по кыргызским пограничникам. Стрельба, как отмечается, была прекращена по итогам переговоров пограничных представителей двух государств. В результате случившегося, по предварительным данным, огнестрельное ранение получил военнослужащий Таджикистана. Около 21 час 17 минут часов, как сообщает ПСГ КНБ КАЭР, стрельба повторилась. По данным ведомства, в ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана, прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по пограничникам Кыргызстана. Повторная перестрелка, в ходе которой был ранен военнослужащий ПСГ КНБ КАЭР, как отмечает спецслужба, длилась около 30 минут. Также в пресс-релизе подчеркивается, что таджикская сторона обстреляла кыргызское село доступ из минометов, огонь был остановлен в 22 часа 15 минут. Состояние раненого кыргызстанского военнослужащего оценивается как тяжелое. Погранслужба ГКНБ сообщила, что он доставлен в Лейлекскую районную больницу, его готовят к операции. Перестрелка на границе произошла через несколько часов после того, как делегации Таджикистана и Кыргызстана обсудили в Исфаре вопросы предотвращения конфликтов на приграничных селах. На встрече участвовали председатель Сагдийской области Раджаббе Ахмадзода и глава Баткинской области Абдукарим Алимбаев. До 2 дня до этого в Душанбе состоялась встреча топографических групп Таджикистана и Кыргызстана. Министерство иностранных дел Таджикистана в понедельник сообщило, что с 5 по 10 апреля прошла очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации Таджикско-Кыргызской государственной границы. По итогам встречи, которая прошла в духе дружбы и взаимопонимания, стороны подписали протокол. Были ли достигнуты какие-либо договоренности, в сообщении не уточняется. Протяженность границы между двумя странами составляет 970 километров, из которых на сегодняшний день описано лишь 519 километров. Другие участки границы, включающие водные ресурсы и пастбище, являются спорными, точка неуточненные участки становятся причиной стычек и конфликтов. Самый крупный вооруженный конфликт между соседними странами произошел в конце апреля прошлого года. В ходе пограничного конфликта 19 человек погибло и 87 человек получили ранения с таджикской стороны и 36 человек погибли и 154 человека получили ранения с кыргызской стороны. Десятки домов были частично или полностью разрушены. После вооруженного конфликта отношения между Душанбе и Бишкеком резко ухудшились и остаются холодными до сих пор.